Субтитры делал DimaTorzok Друзья, посмотри, как наш астронавт смотрит в окно и он очень тоскует по земле, но время не для тоски, для каких-то переживаний или просто расслабиться, поваляться вон там на диване. Нет, сегодня мы будем, ребятки, начинать проводить огромную работу, начало огромных работ. Ну, а перед началом нашего прохождения я бы хотел спасибо огромное сказать нашим новым спонсорам канала. Да, вот вы видите сейчас никнейм человека, который решил стать спонсором канала. Спасибо тебе огромное, Raptor. Спасибо. Очень приятно за вашу поддержку. Мне очень приятно, ребятки. Это для меня еще один большой стимул. Так, ну что ж, ладно, ребята. Короче, что мы будем сегодня делать? Я думаю, что вот эту, начиная с этой серии, я, наверное, ее разобью на две части. Мы будем делать с вами большой 3D принтер. Так, пойдемте, короче говоря, сейчас выйдем на поверхность нашего Марса. Так, тяжелый скафандр, я думаю, не стоит, наверное, одевать. Какой-то у меня скафандр здесь есть с, по-моему, с пробитым шлемом. Да, вот тот самый первый. Мы оденем средний. Отлично. Так. Ну и, конечно же, возьмем наш инструмент. Так, пойдем на поверхность. Я, кстати, ребят, кто смотрел прошлые серии, да, я посадил картошку, но почему-то она, блин, не хочет расти. Я не знаю почему, что ей не хватает. Нет, ну хотя, возможно, прошло всего лишь там 2 часа каких-то со временем, когда я ее посадил. Конечно, не так быстро. Даже на земле она растет медленнее. Так, ждем, короче говоря, у нас герметизация произошла. И мы выходим на поверхность. Приветствую тебя, Марс. Давно я не был на поверхности. Так, пойдем посмотрим сразу к нашему 3D принтеру. Кстати, многие написали мне в комментариях, что вот этот пульт управления для 3D принтера маленького, он не нужен. Так, он нам понадобится, короче, для большого 3D принтера. Нам нужно собрать в средний 3D принтер. Нам нужны вот эти части. Что нам требуется? Нам нужен алюминий, железо и силиоксид. Так, ну пойдемте, где наши колбочки, пойдемте искать все это. Так, я так предполагаю, что это, скорее всего, силиоксид. Ага, точно. Прекрасно. Пойдем вставляем его в наш 3D принтер маленький. Толку от маленького 3D принтера? Ну, всего лишь, наверное, если только построить средний 3D принтер. Давайте добытчик, наверное, вот этот вот сейчас выключим. Так, что у нас там по марсианской? Блин, какой он шумный, боже, это невозможно слышать. А хотя, в принципе, давайте колбу воткнем на место, а просто отключим провод. Да, вот так. Невозможно слышать, когда добытчик марсианского грунта работает. Это просто ужасно. Такие звуки, блин. Да, наверное, на время работы его надо будет отключать. Ну и пока, как бы, марсианский грунт нам особо не нужен. Так, значит, силиоксид готов. Железо. Вставляем железо. Нам нужен алюминий. Какой беспорядок здесь? Ты только посмотри. Да, я, конечно, человек, который любит порядок. Так, ну, блин, на марсе, наверное, особо-то, как бы, этим мало времени этим заниматься, скажем так. Да, поэтому все делается быстро, без чувства расстановки, без толку, без какого-то, я не знаю. Так, вот эта колба у нас улетает. Стоять. Мы тебя возвращаем на место. Хотя, подожди, что у нас в этой колбе? Силиоксид. Силиоксид. Ну, в принципе, наверное, можно его вставить. Он нам еще понадобится. Так, давай посмотрим 3D принтер. Так, значит, 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 нам нужны вот такие вот, как бы, такой фундамент, да, можно сказать, такие вот проставочки. Так, ну, давайте делать тогда их. Так, первая пошла у нас. Где мы будем располагать наш средний 3D принтер? Ну, я думаю, наверное, вот в этом месте, кстати говоря, да. Так, у нас остался один, по-моему, кабель, который мы сейчас с вами подключим к нашему производителю, так сказать, наверное, других различных полезных ископаемых, скажем так, да, полезных материалов, да. Боже, полезные ископаемые. Какие на Марсе полезные ископаемые? Я уже, по-моему, это говорил, да, кроме окиси железа. Железа, не знаю, каких-то камней там и всего прочего. Так, подожди, у нас есть место для подключения в солнечную панель. Да, есть, отлично. Червяк подключен у нас. И берем вот этот провод. По-моему, у нас там уже проставочка одна готова. И подключаем мы вот сюда. Так. Ну, потом, короче, ребята, я покажу вот... Что вообще вот по вот этому оборудованию, что там производится. Можно производить, объясню. Так, ну давай. Сколько нам этих проставочек нужно, я не помню. Так, первая проставочка у нас готова здесь. По-моему, если я не ошибаюсь... Так. Два, четыре, шесть панелей, по-моему. Сейчас, короче, разберемся. Давайте наделаем этих проставок. И, короче говоря, будем разбираться дальше. Так, отлично. Панелька за панелью. У нас потихонечку собирается наш средний 3D принтер. Даже я бы... Ну, да, в принципе, средний 3D принтер. Так, подожди. Все-таки я правильно рассчитал. Должны быть у нас четыре вот такие опоры. Вот. Значит, опоры у нас сделаны. Такие небольшие уголки я сделал. И ступеньки, по которым мы будем забирать наши детали. Так, теперь нам нужно... Давай посмотрим, что у нас там... Так, у нас по материалу пока все у нас, в принципе, хватает. Так, мало ресурсов. Подожди, это у нас... Ага, это для подключения у нас. Что нам не хватает? Силикона. Так, ну, силикон у нас, по-моему, должен быть. Но если нет, мы его, если что, воспроизведем. Такс. Давай тогда... Подождем. У нас угол есть. Нам нужно, нужно, нужно... Так. Вот эти вот... Слоты для ресурсных банок. Сейчас мы где-нибудь, наверное, вот здесь вот, в принципе, воткнем. Да, два слота. Четыре банки. Можно, в принципе, и с той стороны тоже четыре банки воткнуть. Ну, я думаю, не знаю пока, наверное, вот сюда чисто этот слот. Сделаю, вставлю. Сделаю, вставлю. Так, давай перевернем. Что у нас здесь получается? Самое главное, чтобы все у нас... Как следует... Как следует собралось. Так. Здесь готово. Стой, две банки. А туда угол у нас тогда не войдет, да? Что-то я не понимаю. Подожди-ка. Так. Так, подожди. А, ну если с этой стороны воткнуть слот. Давай, короче, сейчас разберемся, сейчас посмотрим. Так, ну мне уже на них не хватит ресурсов. Так. Стекло. Стекло. Давай. Ставим одно стекло сюда. Два туда. Так, по идее, нам где-то, наверное, четыре... Четыре стекла, да, нужно... Нет, стой. Два здесь, два там. И два сзади. По-моему, шесть стекла. Так, подожди. Надо перевернуть, да? Не все так просто, как казалось бы. Я немножко запутался. Стой. Нет, это маленький 3D принтер. Слишком получится. Так, два, четыре, шесть, восемь. Так, двенадцать стекол нам надо произвести. Но давайте по материалам нам пока хватает. Мы можем еще сделать стекло? Да, мы можем сейчас еще сделать стекло. Короче, сейчас... Давайте, нам нужно сейчас будет менять банки, потому что у нас уже не хватает в них ресурсов. Так, силиоксид 130. Алюминий, кстати, вот алюминий быстро очень уходит. Так, здесь вообще пустая банка. Силиоксид еще есть у нас. Половина силиоксида. Так, перевернем и ставим вот сюда стекло. Так, вот такой 3D принтер. Среднячок у нас уже получается. Ну да, по идее, вот его размер. Правильно, и все правильно. Да, значит, все хорошо. Так, пустая банка. Пустая банка. Давай мы ее отсюда вынем. Она нам больше пока не нужна. Давайте куда-нибудь... А я не помню, пустые банки-то я вообще забирал с наших контейнеров. С наших поставок. Что-то я не помню. Так, что нам не хватает? Нам не хватает... Так, силиоксид есть. Здесь у нас тоже силиоксид, который практически вообще не тратится. Алюминий. Так, нам надо железо. Нужно мне железо. Железо у нас вроде бы как бы пока полно. Берем баночку с железом и идем ее, вставляем обратно в 3D принтер. Так, посмотрим по изготовке. Что нам не хватает? Силикон, алюминий... А, нет, это нам не нужно вообще. Алюминий. Так, алюминий. А, подожди, у нас там банка с алюминием была. Нет, вот банк с алюминием, но здесь вообще 4% только, по-моему, всего лишь. Так, банк с алюминием. Ну, давай я тебя, наверное, тоже туда пока сложу, где у нас пустая банка. Нам пока... Ну, не так же шибко сильно. Ну, зачем ты так кидаешь ее? Ай, блин. Катастрофа. Низкая гравитация Марса делает свои дела. Так, что у нас по алюминию? По алюминию... Вот он, алюминий. Отлично. Баночка есть. И сейчас мы ее вставим в 3D принтер. Так, можно, наверное, дальше запускаться. Так, нам нужен уголок. Уголок. Подожди-ка. Я хочу посмотреть вот этот уголок. Давайте. Пускай он его изготовит. Я хочу попробовать вот сюда вставить, с этой стороны. Так, подожди-ка. Вообще. Ну, по идее, по идее. Сюда же место под банки еще влезает. Влезает. Туда, вот сюда, вот в это место должен встать уголок средний. Вот этот маленький, да? Так. Как тебя разместить-то, зараза? По идее, ты должен вот сюда вставать. Но не хочет. Ладно. Давай бросим пока. Так. Что мне нужно? Мне нужно, мне нужно... Мне вообще вот... Так, блин. Уголок под питание нужен. Что там нам не хватает? Подожди. Силикона нам не хватает? А... Я точно не помню, есть ли у меня силикон или... Он закончился. Подожди. А, вот. Силикон есть. Отлично. Силикон есть. Давай, короче, мы сейчас... Вот этот силиоксид вообще вынем, он нам не нужен нафиг. Он не особо куда-то тратится. Пока его сложим обратно. Сюда, к этим бочкам. Пускай он тут валяется нахрен. Так. Берем наш силикон. И вставляем его в 3D принтер. Так, отлично. И посмотрим. Мало ресурсов. Да почему? Я же вставил силикон, нет? А, да ладно. Я поменял силиоксид на силиоксид. Боже. Катастрофа. Катастрофа. Катастроф. Так, отлично. Я нашел все-таки силикон. В колбочке. Вот. И сейчас мы сделаем панель от провода. Блин. И у нас, кстати, предупреждение. Посмотри, да? У нас солнечная активность. Скоро будет вспышка на солнце, которая нас может убить. Так. У нас, в принципе, 4 минуты. За 4 минуты, ты знаешь, здесь можно много чего сделать. Конечно, в реальной жизни мало шансов бы у тебя было. Так. Значит, вот. Отлично. Втыкаем блок, значит, под провода. И теперь пробуем поставить вот этот уголок. Во. Все. Замечательно. Так. И теперь давайте тогда, значит, слот под колбочки. Под ресурсные бочки поставим вот здесь, с этой стороны. И можно, в принципе, дальше двигаться, поставить уголки, поставить стекла, возвести крышу. Да. Ну, а дальше уже, в принципе, подключаться, наверное, я думаю. Так. Уголок еще один готов. Вернее, у нас слот под колбочки. Под 4 колбы я не знаю, достаточно это или нет. Конечно, можно с той стороны сделать еще слотые под колбы. Но, блин, лишний тратить материал, как бы, ну, тоже не очень хорошо. Поэтому, поэтому, так, силиоксид. Вот теперь мне требуется силиоксид. Требуется мне силиоксид. Давайте, силикон нам, наверное, больше пока не понадобится. Вообще, он там остался у меня. Да, там довольно-таки много еще силикона. Так, кидаем его здесь. Берем силиоксид. Правильно, силиоксид я взял. Давай перевернем колбу. Вот, отлично. Так, 2 минуты до вспышки. 2 минуты до вспышки. Так, делаем стекло. Вот, кстати, насчет вот этого агрегата, да, ребята, я вам все объясню по нему. По крайней мере, попробую разъяснить и объяснить в следующей нашей серии, друзья. Ой-ой-ой, зачем ты его взял? Ай, да нет, 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 что ты, что ты, что ты, нет, нет. Ого, нифига себе, нет, поставь. Блин, я не хотел это сделать. Так, отлично. Что у нас там, стекло готово. Круто. Так, давай ставим сюда. В принципе, можно еще успеть. У нас еще почти полторы минуты до вспышки на солнце. Поэтому, в принципе, я смогу еще поставить сюда одно стекло. И надо линять уже быстрее в наш шаттл. Так, я не пойму, там картошечка-то растет или нет? По-моему, нет. Ладно. Агроном из меня никакой. Так, берем стекло. Давай, поставим на эту сторону. И все, короче говоря, вот теперь мы ливаем отсюда. Просто убегаем. И выйдем на поверхность, когда пройдет солнечная вспышка. Так, друзья. Короче говоря, мы практически построили 3D принтер. Но осталось всего лишь каких-то тут пару штрихов. Я не знаю. Видишь, да? Крыша немножко, конечно, недоделана. Но я уже поставил сюда пульт управления в наш будущий. Поэтому я думаю, что в следующей серии мы с вами уже запустим наш будущий средний 3D принтер. Так, я все смотрю на картошку. Я не вижу, растет она или нет? По-моему, нет. Так, блин, у меня запылились солнечные батареи. Давайте немножко почистим их. Да, иначе у нас не будет выдавать нужного нам источника электричества. Да, не будет выдавать нужного напряжения. И мы ничто не сможем уже изготавливать на нашем 3D принтере. И вообще будет очень плохо. Так, ну блин, у меня закончились все ресурсы, короче говоря. Вот. Короче говоря, я думаю, что сегодня мы с вами проделали довольно-таки большую работу. То практически мы завершили строительство среднего 3D принтера. Так, конечно, много материала мы с вами использовали. Осталось тут, я не знаю, ну совсем гроши какие-то, копеечки, можно так сказать. Поэтому в следующей серии мы будем с вами получать новые материалы с помощью вот такой вот интересной штуковины. Вот такой вот базы, да. Я вам все покажу, расскажу. Ну, а сейчас я хочу, чтобы ты поставил обязательно лайк, подписался на канал. И нажал колокольчик, дабы не пропускать наше новое видео. Всем пока, до новых встреч, друзья.